Добрый день! Сегодня у нас очень интересная встреча с руководителем очень интересного центра Собиратор. И сегодня как раз проходит презентация, точнее открытие этого центра в Воронеже. Как раз таки с нами Леонид Смитцин, и он может рассказать немножко более подробнее о себе и о этом проекте. Добрый день! Здравствуйте! Да, я Леонид Смитцин, руковожу проектом Собиратор. Сегодня это уже не экологический проект, а скорее компания, которая далеко не только открывает экоцентры, но работает с множеством организаций по экологическому просвещению, собирает эко-сообщества и накапливает прямой опыт по работе с вторсырьем и с вещами, собранными для благотворительных фондов. Здесь, в Воронеже, мы открываем экоцентр, и это будет интересное общественное пространство в первую очередь. Оно для того, чтобы собирать людей, чтобы учить и вовлекать в тему экологичности. И я уверен, оно быстро наполнится людьми, и люди с разных сообществ, вообще разных взглядов, они здесь будут встречаться не только по теме экологии и благотворительности, но и в целом здесь будет интересное пространство, которое притягивает. Я уже четвертый год занимаюсь фактически только собиратором, он стал одним из самых удивительных в стране проектов на экологическом поле. Мы ведем очень многогранную работу по всей теме ответственности с людьми, с компаниями, как я сказал. Растем. У нас сейчас реализуется программа «100 городов собиратора». Мы открываем и экоцентры, и команды отделений еще без экоцентров, которые могут проводить мероприятия, отвечать на запросы компаний, и, конечно, вовлекать людей, заполнять множество площадок в интернет, среде сайта, соцсети и так далее. Распространять все наши знания, которые мы ежедневно накапливаем. Интересно. Как зародилась идея собиратора? Как это все началось? Идея собиратора – это объединять людей, создать площадку, платформу, что-то, сферу, где множество людей, множество разных экологических, благотворительных, различных добрых проектов обмениваются аудиторией, накапливают, люди узнают новые знания, они могут включиться, подключиться к чему-то, что вчера еще не знали. На сегодня у нас эта идея, возникшая когда-то, воплощается в том, что мы занимаемся и узкой темой раздельного сбора, и более широкой ответственного потребления, и еще более широкой объединения не только экологических, экологичных людей, но и любых добрых людей, которые готовы жить не только для себя, но еще для общества. В целом, наша задача – выращивать культуру, культуру человечества. Эта высокая цель легко реализуется практичными действиями, которые мы совершаем, в том числе и не создавая мусора, отправляя все предметы, которые можно в переработку, не покупая лишнего, помогая ненужными вещами, благотворительным фондам, ну и так далее. Эти простые действия формируют и нас лично, формируют и общество вокруг нас, оно становится лучше, и в целом происходит тот самый рост культуры. Вот это великая цель наших действий. Очень интересно. Леонид, а все такие вот истории, можете сказать, как вот все, вот тот день, помните, тот день, когда вот все, вот пришла идея, вот я вот создам такой проект, именно вот, что какое-то происходило, какая-то история. Да, на очередном бизнес-курсе мне нужно было сделать домашнее задание. Проект на год. Куда же я, получив знания, разовью свой бизнес? И мне уже не хотелось развивать свой обычный бизнес по производству спортивных товаров. Уже, понятно, надо было сделать что-то большее. Ну, а больше для него нужно заложить и большие смыслы. Вот так я развил этот самый проектное мышление такое в сферу, которой я занимался по-волонтерски. То есть, помощь экологическому движению. И пошло-поехало, это развелось проект. Конечно, надо было в первую очередь отвечать на запросы бизнеса в компании, то есть из волонтеров вырасти в устойчивую организацию. И на сегодня в Собираторе уже 100 человек сотрудников, большая часть из них работает именно с компаниями. То есть мы используем ресурсы, огромные ресурсы гигантских компаний, направляем их очень точно на те, на задачи экологического просвещения. Компании вместо того, чтобы рекламировать, какие они красивые и модные, они рекламируют людям, распространяют знания, какие они экологичные. И да, действительно, у компании много экологичных начинаний. Например, перерабатываемая упаковка вместо вчера еще неперерабатываемой. Да, поддержка благотворительных проектов, посадка леса и так далее, и так далее. Все это они заинтересованы представить аудитории. Все это мы можем помочь им донести нужными словами, вывести смысл этого. И на фоне всего этого поддержать экологических активистов, просто дав им работу, они уже становятся из волонтеров, экопросветителями, профессионалами. Вот превращение денег в огромную пользу, это по сути и есть ежедневная задача собиратора. А на фоне всего люди получают знания, люди становятся новыми уже людьми, которые еще вчера жили просто, а сегодня живут ответственно и в радость для себя. Да, интересно. Леонид, а сколько прошло времени, да, сколько, может быть, дней или месяцев, да, при тем, как вот пришла идея, и вот вы уже зарегистрировали это как организацию, да, как оно, да, сейчас помните? Да, в течение полугода планы конкретизировались, до того, как мы открыли, уже стартовали как организация, ну и они менялись. И с тех пор три года, уже четвертый, мы учимся ежедневно, учимся, развиваемся, делимся опытом со всеми остальными. Многие кусочки нашего проекта уже скопировали другие люди и продолжают это дело. Мы сейчас развиваемся как одна организация в разных городах, не почкуясь, а именно поддерживая все наши филиалы. Будучи одной организацией, мы пользуемся одними и теми же ресурсами, теми же наработками, которых у нас за три года очень-очень много. Это режим ежедневного изобретения. Интересно, а какая дата вот открытия самого центра, организации регистрации? Да, мы считаем днем рождения 1 сентября 2018 года, тогда стартовал вывоз торсырья, то есть эко-мобиль сегодняшний, в Москве. Вот это дата старта и есть, конечно, перед ней была подготовка достаточная, но вот день рождения мы празднуем 1 сентября и старт был в 2018 году. То есть идея сама пришла вот в феврале-январе 2018 года, правильно понимаю? Да, да. Интересно, интересно. А какие планы, Леонид, по развитию, вот как раз таки, с абератора в Воронеже? В Воронеже чудесная команда. Здесь уже много активистов действует. Движение раздельный сбор, из которого мы тоже вышли. Общероссийское экологическое движение. Люди мотивированные, горящие желанием что-то сделать. И здесь мы будем, конечно же, точно так же использовать, стараться использовать ресурсы. Направить те ресурсы, которые компании и так тратят, но максимально точно. Да, не наделав ошибок, которые часто делают несведущие в этом тонкостях этого люди, да, мы уже накопили профессионализм, будем заниматься экологизацией компаний. Конечно, мы будем увеличивать экосообщество за счет не только темы сдачи в переработку чего-то или для благотворительных фондов, а просто за счет общей темы вокруг всего, что вокруг человека связано с добрыми делами, поступками. Ну, то есть мы будем улучшать связи в обществе и такую общественную культуру. А планируется ли вести такой диалог, как раз таки, с правительством, с администрацией города, провести такие, может быть, совместные мероприятия, совместные, может быть, обсуждения, да, чего не хватает, чего нужно лучше, чтобы были там и представители бизнеса, и представители общества, да, и представители администрации города? Ну, пока у нас просто нету в планах вписываться в какую-то из программ. Мы всегда открыты, мы всегда готовы подключиться к чему-нибудь или дать свои рекомендации. Мы и занимаемся этим, тем, что рекомендуем и муниципалитетам, как провести мероприятие, подключаемся к этому, и законодательным органам мы рекомендуем законодательные инициативы. Занимаемся этим на всех уровнях исторические, и здесь тоже готовы помогать, поддерживать чиновников любого уровня, для того, чтобы они свою миссию тоже выполнили максимально точно и нужную людям. Спасибо большое. А есть ли какие-то примеры конкретные, да, в которых вы смогли сделать в других городах, да, вот, как у них было, да, как у них стало, да, может, какой-то город-борусский пример хороший? Ну, все-таки на сегодня стоит приводить в Москву. Города мы стартанули только этим летом. Вот, новые еще коллективы только начинают такую интересную движуху вокруг себя. Но в Москве у нас и исторически в Питере, как эко-движение «Раздельный сбор», оно зародилось оттуда, в этих двух городах, нас уже знают очень сильно. У нас, например, в Москве посещение эко-центра, это тысяча человек в день, приезжающих с разных концов. Вместо своего проведенного воскресенья они едут к нам, чтобы и сдать переработку то, что они накопили, потому что больно выкидывать, а это полезные вещи. И просто еще раз увидеть пространство, пообщаться немножко с такими же мотивированными людьми, то есть со своим сообществом. В Москве сейчас это уже, собиратор, это такое заметное экологическое, даже не место, а направление. Конечно, мы поддерживаем, например, систему раздельного сбора, которую внедряет государство. Пока у государства это получается не так, как всем хотелось бы, к сожалению, но мы готовы поддерживать и поддерживаем все время, рекламируем ее, насколько можем, даже такую, какая есть. Но всегда готовы улучшать, советовать, наблюдать, поддерживать даже своей репутацией то, что будет сделано качественно. Есть ли проект такой, может быть, пока, может, в проекте презентации, да, именно, чтобы поставить, да, вот рядом с контейнерами, да, по сбору ТКО, да, именно, по сбору твердых коммунальных отходов, поставить такие хорошие контейнеры по сбору пластика, да, чтобы люди именно во дворах могли сдавать в разных районах города. Ну, мы лично, мы не занимаемся вот такой массированной городской инфраструктурой, но для этого есть другие компании, их достаточно. Мы готовы подключиться к теме донесения до людей в пользу этого. Так что вот здесь наш профессионализм, как объяснить людям, что это нужно делать, и тогда оно заработает. Мы готовы. Круто. Как раз поделимся уроками экопросвещения, как раз, я думал, они тоже поделятся, и мы прикрепим ссылка экопросвещения, уроки, да, какие вот вы проводите. Конечно, конечно. Мы очень много снимаем материалов, пишем статей, заполняем инфополе, работает целая редакция. Отдельно работает отдел просвещения, спикеров, которые постоянно ведут множество занятий, мероприятий интересных. Готовы распространить это везде. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо и вам. Спасибо.